Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на своем канале Тати Гео. Сегодня поговорим о маленьких участках. Участки бывают разные, все они интересные, все они нужны и важны. Есть некоторые хитрости, особенности, кто-то считает это сложностью. Как можно оформить маленький участок, дабы он выглядел визуально более большим, расширить этот маленький участок, применяя некоторые хитрости ландшафтного дизайна. Первое, это вам нужно сформировать свое пространство таким образом, чтобы ваш взгляд, либо взгляд ваших гостей не мог считать все пространство сразу же целиком. То есть, когда вы выходите из дома, у вас на территории, если вы видите полностью объект, то сознание моментально определяет его размеры. А если вам нужно создать таким образом визуально, это не читалось одним пространством. То есть, вы можете применить изгибающиеся дорожки, это могут быть перголы, которые в какой-то момент прикрывают какое-то пространство. Это могут быть живые изгороди, любые другие. Вертикальное зеленение очень хорошо работает в ландшафтном дизайне. То есть, оно не съедает пространство, но визуально вы не будете считывать полностью территорию. Деревья, кусты вы точно так же размещаете не по краю, как это часто бывает на маленьких территориях. Если маленькая территория и еще кругом рассажены какие-то там деревья, кустарники, то есть, выходишь и сразу же понимаешь, вот здесь угол, все, коробочка ограничена. Нужно ухитриться и простроить так, посадить те же деревья, те же кустарники, которые хотите видеть на вашем участке, на вашей территории, но таким образом, чтобы они как бы разбивали, делили пространство на какие-то территории, чтобы подсознанию казалось, что там еще что-то есть, там еще что-то есть. То есть, вы заходите, проходите по какой-то дорожке, и она не просто прямо, допустим, идет, а изгибается. То есть, там вы где-то прикрываете деревом, кустом, либо вы перголу там размещаете. То есть, основная задача – это не давать взгляду полностью, быстро считать пространство, чтобы была вот эта вот изюминка, чтобы оставался интерес. Ага, а там что-то еще есть. Следующий момент. При планировке небольших территорий важно скрывать частично забор. Это тоже перекликается с предыдущим пунктом, но, опять-таки, чтобы не было видно полностью забора. Где-то вы дерево посадили, вы увидели промежуток, небольшой кусочек забора. Дальше вы, опять-таки, либо живую изгородь делаете, либо вертикальное зеленение применяете. То есть, так же, как и первый пункт, так же, как и предыдущий пункт, чтобы у вас, чтобы ваше подсознание не считывало ограниченное пространство, тем более забором. Если есть возможность, забор лучше сделать не плотный, а более такой просматриваемым. Потому что маленький участок, да, у него есть такой минус, что он просматривается со всех сторон. И смысл еще огораживать забором, таким плотным, допустим, и высоким, это вы ограничите больше свое пространство и больше уменьшите, еще больше уменьшите свою территорию. Но выбирать, конечно, вам на ваш вкус и цвет, как говорится. Также на маленьких пространствах очень хорошо работают зеркала. Это вы можете знать, как и с дизайна помещений. Точно так же зеркала работают и на ландшафтном дизайне. То есть вы можете, и это не только зеркала, которые обычные зеркала, это могут точно так же, это и зеркальная поверхность, то есть водная гладь где-то у вас есть, она может быть небольшая, но она будет давать отражение, тем самым увеличивать ваше пространство. Если есть возможность, то рассмотрите вариант с зеркалами. Есть специальные уличные, предусмотренные для ландшафтного дизайна, очень интересные. Фантазия безгранична. То есть где, какую поверхность вы выберете, ну, отметьте для себя, что зеркальные поверхности очень хорошо работают для увеличения пространства, визуального увеличения вашего пространства. У ландшафтников есть такой хитрый прием, вы можете им воспользоваться. Можно отзеркалить то, что находится не на вашей территории, а за территорией, за вашим забором, за вашим пространством. И тем самым вы визуально как бы подключите, заставите работать на себя и еще пространство извне. Что это значит и как это работает. Смотрите, вы находите... Очень важный момент это наблюдение. Выходите на свой участок и смотрите, где у вас красивые видовые точки, кто у вас там из соседей, какие, допустим, деревья, может быть, растет красивая береза за территорией вашего участка. Вы можете... Либо какой-то красивой формы, что там, туя, ель. Вы можете подобное взять и привнести на... И зеркалить можно все на самом теле. Можно зеркалить цвет, форму, структуру, деревья-кустарники. Все, что вы красивое видите за своей территорией, вы можете привнести, обыграть на своем участке и тем самым задействовать внешнее пространство. То есть визуально подтянуть и расширить свое пространство на размеры внешнего. Но, пожалуйста, выбирайте те объекты, которые вы будете отзеркаливать, чтобы они были... Чтобы эти объекты были постоянные и чтобы они были красивые. Допустим, у соседей на участке что-то, дом как-то плетником сделан, где-то какой-то элемент. Вы точно так же можете привнести и сделать у себя дорожку, допустим, в этом стиле. И визуально будет считываться как единое целое. Следующий момент, который позволит расширить маленький участок, это объединение зон. То есть зоны на моменте планирования территории вы можете объединять. Допустим, зона барбекю вы можете объединить с зоной отдыха. Детскую площадку, игровую можете объединить, допустим, с эксклюзивной зоной. И так далее и тому подобное. То есть тем самым у вас зона будет многофункциональная и тем самым позволит сэкономить пространство. Еще один момент. Можно совмещать постройки. То есть дом может плавно переходить, перетекать в зону отдыха. Как бы читаться единым целым строение. Чтобы не было много маленьких каких-то отдельных строений, кусочек там. Тут беседка, тут барбекюшница, тут, значит, что-то еще. Желательно на маленьком участке. Да, хорошо, когда это все отдельно. Но желательно на маленьком участке, на небольших участках это как-то все совмещать гармонично. Когда вы объединяете зоны, да, важный момент, чтобы это было безопасно. Допустим, не объединяйте зону барбекю, там, где открытый огонь, с зоной с детской площадкой. Так, чтобы детям было абсолютно безопасно играть, и чтобы это было безопасно в первую очередь. Также используйте небольшие деревья, карликовые кустарники, нано, маленькие какие-то растения, для того, чтобы они также на небольшой территории гармонично смотрелись. И еще такой момент в колористике есть такой момент, как иллюзия цвета. То есть, вы тоже можете применить иллюзию цвета на своей территории. Есть выступающие цвета, есть отступающие цвета. Выступающие цвета у нас теплые, светлые цвета, отступающие – это темные и холодные цвета. То есть, вы можете с пространством играть, с пространством варьировать. Допустим, если у вас пример приведу, чтобы было понятно, желтая ваза на синем фоне. То есть, она будет даже эффект, 3D-эффект иметь визуально. С вами была Георгиевская Татьяна. И я уверена, что ландшафтному дизайну можно научиться. И я желаю вам сделать уютной вашу территорию, расширить ее, если она этого требует, и любить окружающее пространство. До новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!